Добро пожаловать в нашу очередную попытку рассказать про все одновременно. На этот раз мы попытаемся рассказать одновременно про всю системную загрузку. И это будет сделать отчасти нелегко, потому что, ну вернее так, это получится примерно таким же голубым, как мы это делали про досистемную загрузку, потому что у нас в наших задачках есть сразу несколько вариантов того, о чем рассказывать. И не хочется опускать подробности, ну скажем так, почему так вышло. Почему нынешний вариант загрузки системы такой, а не какой-то иной. Напоминаю, что, кстати, обращаю ваше внимание, что я тут немножко поупарвался и сделал такой конспект лекций. Вот. Боюсь, что тем людям, кто делают конспекты лекций, осталось немного, хотя по-русски их можно сделать. А вот, значит... Да, и тут еще есть ссылка на руководство по установке. Такой скриншотер для самых маленьких. Так вот, как мы уже говорили в прошлый раз, у нас досистемная загрузка состоит условно из четырех частей, на самом деле из пяти. Да, это то, что делает компьютер вообще не глядя на никакие внешние устройства, когда загружаются. То, что делает компьютер до того, как видит какие-то внешние устройства. Да, загрузка из firmware, и тогда он, собственно, обычно приглашает нас что-нибудь выбрать. Вот. Следующий вариант, следующий этап – это загрузка с того устройства, которым мы выбрали чего-то. Вот. Чего-то. Как правило, это, ну, один блок, потому что, ну, непонятно, как загрузить больше с внешнего устройства. Потом это чего-то, которое знает, как загружать с этого устройства, загружает оттуда большой загрузчик. Значит, чего-то – это маленький загрузчик, а он загружает большой. Соответственно, эти две стадии называются первичный и вторичный загрузчик. Вот. И этот вторичный загрузчик уже довольно развесистый. Уже довольно развесистый. В том смысле, что он может делать всякие штуки. Я хотел бы показать вам вторичный загрузчик операционной системы FreeBSD. Вот. Но выяснилось, что два года назад они его переписали, и он стал менее развесистый. Вот. Еще два года назад в качестве вторичного загрузчика операционной системы FreeBSD выступал полноценный интерпретатор языка программирования Ford. Не путать с Fortran'ом. Ford. Вот. Написанный на голом железе. Который умел делать самые чудовищные вещи. Он умел загружать ядро, загружать модули, компоновать модули. На нем можно было писать программы произвольные. Вот. И все это очень круто работало. За исключением того, что Ford, он все-таки очень низкоуровневый, и когда появились архитектуры с загрузкой по EFI, вот той самой EFI, о которой мы в конце прошлой версии говорили, выяснилось, что с ним работать неудобно. И они его переписали, этот загрузчик, на язык программирования Lua. Lua – это тоже интерпретируемый язык программирования. Вот. На данный момент нет возможности в FreeBSD-шном загрузчике прямо сразу взять и написать программу на Lua, поэтому я вам не показываю. Но, в принципе, там можно скласть, написать эти скрипты заранее, положить их в специальный каталог и оттуда запускать еще до всякой операционной системы. Такие вот они ребята. Кстати сказать, касаемо языка программирования Lua, в операционной системе нет BSD. Этих BSD на свете штук несколько, вот минимум три известных больших гнезда. В операционной системе нет BSD, есть интерфейс по написанию драйверов на языке программирования Lua. То есть он настолько низкоуровневый, эффективный и при этом неинтрузивный, что вы можете... Там есть просто API, которая прокидывает, значит, вот сишные ассемблерные объекты ядерные в Lua, и вы на Lua можете запросто написать драйвер. Ну, понятное дело, там обмазать это дело security, вот это все. Но это ладно, это, к слову, пришлось совершенно не в тем. Короче говоря, вторичный загрузчик загружает ядро, а в случае Linux он еще загружает стартовый виртуальный диск, потому что всю вот эту вот машинерию, которую, повторяю, фребездичный загрузчик умеет сам, да? Всю эту машинерию по загрузке, дополнительных моделей, компоновки ядра, вот этого всего, проще делать из самого Linux, чем из какой-то внешней программы. Вот. Поэтому мы сначала загрузим сам Linux немножко, вот. Этот Linux будет располагаться в специальной файлосистеме в памяти, мы в прошлый раз с вами даже смотрели, разархивировали, посмотрели содержимое. Там лежат только нужные бинарники и нужные модули для того, чтобы найти реальную, настоящую корневую файлосистему, смонтировать ее, запустить оттуда с помощью специального системного вызова pivot root, запустить оттуда на самом деле, сделать ее rootом, запустить оттуда операционную систему, а тот диск в памяти, с которого было все это загружено, просто убейся и всем будет хорошо. Вот. И вот это вот запустить оттуда операционную систему, это и есть объект нашего сегодняшнего интереса. Традиционно уже лет 50, если не больше, оттуда запускается файл под названием init. init. Это как бы отец всех процессов, он порождает все остальные процессы, ему принадлежит, он ими управляет. Если у вас init в системе внезапно остановился, система тоже внезапно останавливается со словами у вас init упал. Все. Вот. Значит, вот этот процесс init и должен запустить все остальные процессы. Как обычно, немножко бла-бла. Сейчас я попробую найти какую-нибудь лекцию на русском, на эту тему. Вот. Загрузка системы. Старту виртуальный диск и модуль ядра. Значит, обратите внимание, оплатите внимание список модулей в 2004 году и сравните его со списком модулей, которые мы видели на прошлой лекции, да? Значит, init. init это просто процесс такой, в задачу которого входит запуск всего остального, всех остальных процессов, из которых стоит операционная система. А их там довольно много. Мы с вами, когда говорили PS с нужными параметрами, мы видели, что там запущено изрядное количество каких-то сервисов, которые чего-то делают. А уж когда мы запускаем еще и графическое окружение, оно тоже состоит из многих процессов, но, правда, запуск графического окружения это отдельный такой, ну, скажем так, от init требуется его только запустить, а все эти процессы оно породит само. Вот. Так вот, как вообще описать этот процесс? Запуска всего, чего мы хотим с помощью init? Ну, очевидно, нужно предусмотреть какой-то конфигурационный файл, который этот init будет читать. Вот. Там описать, что надо запускать, и потом, значит, на этом остановиться. Ну, а чего еще надо, да? Мы запускаем процесс init, ему даем конфиг файл, в этом конфиг файле написано запусти то-то, то-то, то-то и то-то, и ваша операционная система готова. Вот. Ну, казалось бы. Ну, возможно, 50 или там сколько-то лет, 40 лет назад так и было. Вот. Потому что операционные системы были простые. Они состояли из ядра, шелла и, возможно, пары демонов. Вот. И все. Тройки. Вот. В действительности все, конечно, намного сложнее. Вот. И сейчас мы посмотрим операционную систему, которая основана как раз на init'е, на старом, так называемом, sys5 init'. Вот. Значит, эта операционная система тоже у нас есть, входит в состав дистрибутивов, которые выпускает комьюнити наше сообщество AltLinux. Вот. AltLinux Team. Сейчас я найду, я тут искал. Ну, слушайте, не найду, значит, покажу. Вот. На сайте GetAlt, если потыкать в другое, вот, значит, собственно, другое – это стартовые наборы. Вот. Стартовые наборы – это такие автоматические сборки, которые практически не проверяются на предмет юзабилити. То есть, их очень много, сейчас вы увидите, и их собирают роботы. Но, разумеется, они проверяются на предмет работоспособности, разумеется, они проверяются на тему того, из каких пакетов они состоят, эти стартовые такие сборки. Да, вот. Но они не являются полноценно дистрибутивами в том смысле, что это именно что сборки, это наборы программ, оформленные тем или иным способом. Вот. Совершенно свободные, вот, как… ну, то есть, совсем свободные, под GPL распространяются. Значит, я схожу сразу, пойду сразу по ссылке к доступным вариантам. Вот. Стартеркидс, да? Стартовый набор, так называемый. Значит, напоминаю, что операционная система на базе ядра Linux – это операционная система на базе ядра Linux. Все остальное в этой операционной системе – это набор пакетов. О пакетах мы будем говорить вот буквально после того, как немножко разберемся с архитектурой системы. Вот. И таких наборов из большого репозитория, ну, в частности, у нас в нашем сообществе используются репозитории Narges, которые мы сами и сделали, называется Sisyphus. Вот, Sisyphus. Вот, там я, по-моему, показывал десятки тысяч пакетов, пару десятков, я бы сказал. Вот. Так вот, на базе большого репозитория можно понаделать, если надо, большое количество разных вот таких недодистрибутивов. Недо в том смысле, что они не подлежат технической поддержке, что никто не отсматривает, насколько удобно ими пользоваться. Это просто дистрибутивы для технических специалистов, в которых выражена в явном виде та или иная идея. Так вот, основная идея выпуска большого количества дистрибутивов – это различные графические среды. Значит, графическая подсистема под Windows пока что существует две с половиной. Но я бы даже сказал, одна и еще немножко других. Одна графическая подсистема называется X.org. Мы на сайт X.org еще сегодня попадем. Вот. Которая реализует протокол взаимодействия приложений X11. И это довольно хитрая штука. Возможно, я успею рассказать на каком-то из занятий про него. И даже, возможно, мы программу напишем на C. Потому что это интересно и потому что это... Ну, это зависит от того, когда у нас виртуал при всех заработок. Вот. Так вот, а еще есть две графические подсистемы, которые... Одна из них называется Wayland. И она активно сейчас завоевывает рынок особенно встраиваемых устройств. Потому что она никакого протокола клиент-сферного взаимодействия не реализует. А просто такой набор библиотек для работы с аппаратной отрисовкой. Вот. А другая еще называется Mir. Ее пилит компания Canonical, которая выпускает дистрибутив Ubuntu. И потихонечку пилит. Не знаю, зачем она им нужна. Вот я и говорю. Значит, есть одна и еще немножко всяких. А вот графические среды, то есть тот рабочий стол, с которым вы будете работать, графические среды бывают очень и очень разные. Вот мы с вами видели, например, графическую среду, которая называлась XFCE. И, кстати, вот в том дистрибутиве, который я сейчас покажу, тоже будет графическая среда XFCE. Но, в принципе, их произрядное количество. Вот. Как минимум. КДЕ-5 это то, с чего я читал по началу лекции, когда мне было, как это правильно сказать, не лень. Вот. Сейчас я покажу, с чего я читаю лекции. Вот. Графическая среда MATE более легкая и, видите, тут написано большой, а тут средний. Такая похожая на старый Windows слегка. Графические среда CINAMON, XFCE, с вами уже видны. GNOME, это сейчас вот модное такое направление. GNOME похож, он такой весь из себя новомодный, с минимум кнопочек, со всякими... Ну, короче, вот. Ну и всякие другие. Это название вам, наверное, ничего не скажет. Вот, поэтому, как видите, их много. В этот список не входит то графическое окружение, которое использую я. Сейчас я вам покажу. Вы ужаснивтесь. Сейчас, смотрите. Вот это мой рабочий стол. Вот. Даже нет. Вот мой рабочий стол. Видите? Никаких менюшек, ничего. Вот он вот так выглядит. Вот это 4 виртуальных экрана. Вот это tray. Это часы. Вот. Это терминалы в количестве. Это, значит, наша штука, с которой я веду запись. Ну, а это вот то, что я вам транслирую, мне кажется. Их очень много разных. Вот. И мы с вами сейчас возьмем вот эту. Вот эту. Сейчас я ее выделю. Вот. Это дистрибутив, сборка. Для... Ответ, почему анимация лагает в гноме, посмотрите на графический драйвер. Так же, как в современной винде, гному нужно много-много-много ГПУ. Если у вас, например, стоит, не стоит правильный драйвер, а стоит драйвер по умолчанию, будет лагать. Если у вас, например, карточка NVIDIA, скорее всего, вам понадобится несвободный драйвер от NVIDIA, потому что он быстрее. Вот и все, вот и все, вот и все соображение, на самом деле. Вот. Значит, да. Ну, окей, я его уже скачал, установил, вот он. Просто потому, чтобы сэкономить время. Вот. КД на гном не похож. КД похож именно на старую винду в этом смысле. Хотя, как настроишь. Окей, значит, давайте драйвер, драйвер, посмотрите, какой. Все, не будем тут чатиться. Значит, дать я запущу, покажу. Значит, смотрите, ну вот он наш знакомый экранчик. Вот он наш знакомый групп, немножко в другом дизайне. Вот. Давайте мы прям сразу совершим одну штуку. Сейчас я вам покажу, какую. Отредактируем, как в прошлый раз. Я нажал букву E. Отредактируем, как в прошлый раз. Вот здесь настройки. Вот видите слово Splash. Давайте мы скажем Splash равняется OFF. Значит, Splash управляет различного рода занавесками, которыми в загрузке дистрибутива Linux занавешивается основная и последовательность загрузки. В наших дистрибутивах используется штука под названием Plymouth. Ее, в принципе, можно убрать вручную, нажав Escape. И тогда вам покажут экран загрузки. Но вот таким образом она уберется, ну как бы сразу. И вот я сейчас нажму F10. Мы увидим последовательность загрузки. Напоминаю, что это другой дистрибутив. Это Starter Kit, в котором используется классический такой вот, классический Unix-овый, 50 лет уже существующий инструмент организации загрузки системы под названием System5init. Ну или просто init. Вот я нажимаю F10, и вот в чем мы видим. Вот у нас загружается ядро. Вот. Вот загружается стартовиртуальный диск. Вот оттуда запускается. А вот запустился init. init по очереди запускает, выполняет какие-то системные действия при старте. Когда и системные действия закончатся, он говорит с красивыми буквочками done справа. Вот. Иногда он говорит, как видите, failed. Вот. Ну и тут у нас запустился, запускается графический рабочий стол. Ну как сейчас увидите, экран логина немножко другой. Вот. Я специально досюда дологинился, чтобы показать вам, что даже в рамках одного и того же графического окружения, вот это тоже XFCE. Такое же, как у нас было на тот же мышь, который у нас был в прошлом варианте. Но почему-то настроенность слегка по-другому. Не знаю. Видимо, чтобы отличалось. Вот. Значит, давайте немножко... Что-то тут... Экранчик больно маленький. Давайте мы его побольше сделаем. Какой сейчас включён-то? 800 на 600. Что-то маловато будет. Не хочу 800 на 600. Давайте сделаем, ну не знаю, 1024 на... Нет. Или там 1280. Вот такой вот. Только минус S забыл сказать. Вот. Ну, это хороший экранчик годный, мне кажется. Вот. Значит... Да. Так вот, давайте разберёмся с тем, как происходила последняя загрузка вот такая, старая, старого образца. Итак, запустился init. Файл, который... Который... Или давайте даже вот так скажем. Файл, который управляет настройкой юнита, называется cnit.tap. Это очень-очень древний файл древнего формата. То есть, ему примерно столько лет, сколько юник-системе. В нём ещё принято экономить байты. Например, видите, в начале каждой строки стоит... Стоит две буквы. Это две буквы. Это такой тайный код, в каких случаях запускать соответствующий процесс. Да? Значит, в частности... Что запускать при старте cnit, при самом старте системы? Что запускать на... Сколько терминалов при соединении... Нет, это не терминалы, я соврал. Что запускать в случае, если был выбран уровень загрузки системы от 0 до 6? Про уровень загрузки говорить почти не буду. Скажу только, что есть однопользовательский уровень загрузки. Это 1, многопользовательский 2, многопользовательский сетью 3 и многопользовательский сетью графикой 5. А 0 и, кажется, 9 – это shutdown и reboot. Вот. Такие вот уровни загрузки систем. Значит, что тут еще? Что запускать, если вы нажали Ctrl-Alt-Del? Тут написано ЦА. Вот. Запускать shutdown. Вот. И... А, да, вот и терминалы. Да, и, значит, сколько к вашему... Нет, это не bash. Это файл настройки старого из Unix System 5 демона под названием init. Файл настройки самого главного процесса в системе. Это не bash. Видите, это странный синтаксис какой-то. Значит... И что запускать для обработки терминальных линий. Значит, про терминальные линии терминальные скажу отдельно. Потому что это важно для сегодняшнего разговора. Когда-то в древности, когда графические устройства вообще к компьютерам было не модно подключать, а если и подключали, то ради того, чтобы делать на них что-то графическое, а вовсе не чтобы организовывать вот такой оконный интерфейс, то есть основным интерфейсом управления компьютерами служил терминал. Терминал. Это устройство последовательного ввода-вывода обычных байтов. И вот эти вот линуксовые терминалы, окошечки консольки, так называемые... Но это не консольки. Консольки я сейчас покажу. Терминалы. Это и есть программная дешевая пластиковая имитация, или наоборот, хорошая программная имитация тех самых терминалов, которые подключались обычно... Это конфигурационный файл. Его открывает файл init, когда запускается. Процесс init его открывает. Так вот, терминалы... Смотрите, я бы не советовал про это читать. Сейчас вы увидите почему. Я про это рассказываю исключительно из исторических соображений. Сейчас я этот файл закрою. Просто я тут остановился рассказать про терминалы. Эти самые терминалы подключались к... К... Значит... Компьютеру с помощью последовательного порта. Ну, вот примерно вот такого. Ну, ладно. Да? Значит, выглядели они... Сейчас покажу как. Как? О, вот-вот-вот-вот-вот. Вот довольно типичный терминальчик. О! И это еще довольно поздний. Я такие видел. На вас. Значит, в чем фишка этой картинки, да? Фишка этой картинки состоит в том, что то, что вы видите, это устройство последовательного приема и передачи байтов. Вот. То есть, из него торчит последовательный компорт. Вот. Тут один из самых последних, кстати, 420. Сейчас попробуем найти какой-нибудь, за которым я работал. Ну, не важно. Вот. Да? Значит, из него торчит последовательный компорт. Клавиатура – это штука передачи байтов. А вот это вот телевизор, монитор – это штука для показывания байтов. Единственный способ что-то сделать... Да. Эта штука для показывания байтов, она работает как, ну, не знаю, как принтер, как телетайп. Вы на ней печатаете буквки, они там показываются. Вот. Единственный способ что-то с этим сделать – это управляющая последовательность. Я не знаю, были ли у нас на лекциях управляющие последовательности. Кажется, были. Но если нет, мы еще к ним вернемся, я думаю. Вот. То есть, вывести на экран какие-то байты, которые означают не буквы, а что, допустим, надо что-то перекрасить. Вот. ВТ-420, кажется, умело это делать. Вот. Терминалы. Вот эти терминалы запускаются, обслуживаются программой Мингейтс. Выйдем из этого файла, потому что, извините, что вас слегка дезориентировал, он имеет только чисто историческую ценность. Сейчас покажу почему. Потому что на самом деле выяснилось, что при старте даже простейшей операционной системы нужно делать очень много действий. И складывать эти действия все вот сюда, в этом диком синтаксисе. В какой-то момент всем стало очень лень. Поэтому, все, что нам нужно, это посмотреть вот сюда, как мне кажется. А, нет, не сюда. Sysignit это старт. Это то, что происходит перед стартом всего. Посмотреть на вот этот файл RC. Значит, что за файл RC? Файл RC это, собственно, файл, который запускал все нужные действия, нужные при старте системы. Ну и скажем, давайте посмотрим, какой у нас сейчас уровень. Я вангую, что пятый. Что, слова run level нет? А, ну да, понятно. Надо получить право рута. Пятый. Видите, ванга из меня ничего себе. Вот этот файл. То есть, для старта всей операционной системы запускается вот это. Тот факт, что делаю ему vim, как бы намекает нам, что он написан на шеле. К вопросу о том, баш это или нет. Вот он написан на шеле. И это, собственно, в вот этом старом варианте старт всей системы. Такой нехилый shell script. Вот. Ну, кстати, хилый. 100 строк. Это не shell script. Это доколенное поделие. Вот. Значит. Да. И дальше он просто запускает все файлы, лежащие в каталоге rc.runlevel.d. Сейчас поэт расскажу. Значит, еще раз отвечаю на вопрос, что такое RunLevel. Видимо, просто придется рассказать, потому что люди спрашивают, а он тут встречается. RunLevel это адская легаси, которая появилась еще до создания операционной системы Unix. То есть, более 50 лет назад. Я бы даже сказал, около 60. В те поры существовала такая операционная система Multics. Слово Unix является пародией на слово Multics. Да. Мы заменили Multi на Uni. Вот. Значит. Это была монструозная система, изготавливаемая по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов Североамериканских. И кажется, у нее было несколько дипломентов. Штук. За все время ее существования. Вот. И там была такая идея, что у нас есть несколько разных уровней выполнения системы, которые отличаются друг от друга, в первую очередь, требуем по безопасности. Когда вы запускаете систему в однопользовательском варианте, это первый уровень выполнения. Когда в многопользовательском, и пользователи могут мешать друг другу, это какое-то второе уровень выполнения. Когда ваши пользователи не только могут мешать друг другу, но и, например, бывают разного вида секьюрити. Один работает с консоли, и он крутой. А другой зашел по сети, и он менее крутой. И это будет третий уровень выполнения, то есть с сетью. Да? Вот. И как бы из одного уровня на другой можно было переходить. Можно было сначала перейти на первый, потом на второй, потом на третий. Наслаивая на них, значит, наслаивая на эти уровни дополнительные какие-то сервисы. Вот такая была идеология. В общем, про все эти вопросы секьюрити позабыли еще тогда, когда делали Unix, ребята, которые его делали. Но идея перейти на первый уровень, потом на второй, потом на третий, потом на пятый, она сохранилась. По крайней мере, сохранялась вот в этой системе загрузки. Собственно, это последнее, что я, наверное, хочу сказать на эту тему. Правда, это последнее довольно длинное. Итак, выяснилось, что на каждом уровне выполнения выполняются сценарии, да, выполняются программы, пока мы еще не знаем, что это сценарии. Выполняются программы, которые лежат в каталоге rc, сколько-то там, .d. Ну, наш каталог rc5d. Значит, где-то тут. О, вот они. Вот все это нужно запустить для того, чтобы перейти на тот самый пятый уровень выполнения. Причем я так подозреваю, что вот этого, он не зря красненький, его, кажется, вообще не существует. Это битые символицы. Тут возникает вопрос. Ну, хорошо, вот взяли, зачем такое безобразие? Давайте мы возьмем и прямо в этот файл rc положим, наконец, запуск всех наших нужных сервисов. Вместо файла init tab, который страшный, да, давайте напишем на shell запуск всех нужных сервисов, нажавим этот файл rc, и всем будет хорошо. Выясняется, что это тоже не хорошо, а плохо. Потому что, когда мы, значит, когда мы добавляем или удаляем какой-то сервис, нам приходится ковырять этот скрипт rc, и это, в общем, неудобно. Ну, представьте себе, вы поставили программный продукт. Этот программный продукт предоставляет сервис. Этот сервис должен стартовать во время старта операционной системы. Если старт операционной системы описывается только и единственным скриптом rc, который мы сейчас смотрели, вот этим, то вам придется хакать shell скрипт автоматом при установке пакета. А при удалении выхакивать. И это очень плохая идея. Совсем-совсем. Поэтому, для того, чтобы такая идея не работала, для того, чтобы ее не нужно было реализовывать, вместо одного скрипта под названием rc у нас есть целый каталог. Это так называемая .d схема. Посмотрите на сайте, у меня есть в книжке старой про .d схему довольно аккуратный рассказ. Вместо одного скрипта делается много файлов. Они все лежат в каталоге .d, и все оттуда последовательно запускаются. В действительности... В действительности... Что-то я хотел еще сказать на эту тему. Да, в действительности это все. Если мы посмотрим по внимательнее, символьные ссылки на каталог, который называется init.d. Вот он. Значит, в каталоге init.d хранятся так называемые старт-стопные сценарии, которые позволяют запустить любой сервис или сделать любое действие, если оно одноразовое, если там сервис не запускается, по ходу. Да, сейчас объясню. Значит, получается, что любой сервис... Ну, не знаю, сейчас попробуем какой-нибудь. Как расшифровывать с РЦ уже никто не помнит, потому что это было, повторяю, 50 лет назад. Я, честно, не помню. Значит, предположим, мы хотим стартовать или остановить какой-нибудь сервис. Ну, например, например, у нас, если мы сейчас скажем вот так вот, dm, это что такое? Это что-то, какой-то dm. Давайте посмотрим, что это такое. Description. This startup script launches the graphical display manager. О, сейчас я вам покажу, что это такое. Давайте мы его остановим. Во-первых, посмотрите, какой help. Значит, любой скрипт оборачивается вокруг соответствующей службы и поддерживает несколько стандартных параметров. Start, stop, restart, ну и там статус. Вот мы можем сказать статус, например. Да нет, не vim, а просто статус. Что я говорю? Вот, пожалуйста. Он говорит, что соответствующий сервис запущен. В чем идея старт-стопных сценариев вот такого рода? Идея состоит в том, что запуск каждого сервиса, ну, посмотрите. Вот как запускается сервис dm. Он запускает программу под названием rundm. Но при этом он должен еще проделать кое-какие интересные операции. Например, посмотреть, какая консоль свободна, чтобы запустить его на другой консоли. Например, ну, в общем, какие-то операции. Или, допустим, как запускается сервис, ну, не знаю, там, нетворк-менеджер. Он сначала должен... Смотри, он запускает нетворк-менеджер, а потом еще ждет, пока этот нетворк-менеджер настроит все сети. Или, как он останавливается? Вообще он останавливается какой-то волшебной командной строкой. Короче говоря, проблема состоит в том, что разные сервисы стартуют и останавливаются абсолютно по-разному. Вот как авторы предусмотрели старт и останов сервису, так они и стартуют. В документации написано. Но, елки-палки, мы-то хотим их все по очереди стартовать. Поэтому их обмазывают shell-скриптом, вот этим старт-стопным. И вместо того, чтобы указывать какие-то специальные параметры для старта сервиса, они все примерно одинаковые. Вот у нас так выглядит dm-help, да? dm-help, да нет, да нет, на 5. Вот. Вот так у нас выглядит, ну не знаю, там что-нибудь с SSH, help. Видите? Стандартные параметры старт, стоп, рестарт. И еще всякий reload, conditional reload, статус. Ну давайте посмотрим статус. SSH стопит, он не запущен. Его можно запустить. А, нет, что это значит, что SSH не запущен? Я не могу зайти по SSH на эту машину. Здесь не включен соответствующий сервис. Видите? А вот если я восхожу старт, вот он запустился. Вот он running. Теперь я смогу зайти на него. Вот. Ну там он будет спрашивать, не буду это делать. Давайте его остановим. Что еще такого сделать? А, вот, давайте мы сделаем... Давайте мы вот это сделаем. Где-то у нас был dm. Остановим dm. Трах. Что произошло? Остановился... Остановилась графическая подсистема, и мы выпали в так называемую систему консолей. Консоли – это как раз имитация терминалов, тех самых терминалов, которые я показывал в Linux-системе, с помощью имеющихся средств, то есть с помощью графического монитора и клавиатуры, которая вовсе не такая простая, как штука, которая передает байты. Очень может быть, кстати, относительно run.com файла, очень может быть. Что такое консоль? Консоль – это имитация терминала. Их в Linux-е несколько штук. Переключаться между ними можно с помощью altf1, altf2, altf3, altf4 и так далее. Обратите внимание на то, как меняется верхняя строчка. Вот это altf2, altf2, altf3, altf4. Это разные консоли. Давайте я сейчас попробую залогиниться на одну из консолей. Рут. Попал. А вот это altf3. Третья консоль. А это вторая. Можно несколько пользователями залогиниться. Никакой графики тут нет, как видите. Значит, это именно что текстовый интерфейс. Мы, кстати, можем сказать etc.init.d.gpm start. И это приведет к появлению текстовой мыши на этой экране. Ну, давайте сделаем еще dm start. Вот. Запустилось графическое окружение. Display Manager так называемый. Ну, давайте опять войдем. И мне пора заканчивать, потому что нам надо разговаривать про другую систему загрузки. Она более сложная. Но я еще не договорил, к сожалению. Так. Опять маленький экранчик. Надо было настроить большой. Ну, ладно. Сейчас уже времени нету. Так. Мы хотели сделать вот так, да? Значит, тему надо заканчивать. В теме было... Значит, мы с вами познакомились, что вместо одного скрипта можно сделать много и использовать так называемую точка d-схему. Сложить их в один каталог, а потом специальный скрипт их оттуда будет по очереди запускать. Вот. Теперь вопрос. Еще одна проблема состоит в том, что мы, вообще говоря, должны запускать все сервисы в правильном порядке. Например, сначала настроить сеть, а потом запускать сетевые службы. Или сначала смонтировать все каталоги нужные, а потом только из этих каталогов запускать службы, которые лежат там. Ну, у нас, правда, каталог только один здесь, да? С файловой системой. Корень. Но иногда бывает их много. Например, что еще, какие бывают зависимости. Ну, в общем, зависимости бывает много, на самом деле. Мы об этом поговорим чуть позже. То есть, ситуаций, когда мы должны запускать одну службу вперед в другую, очень много. Как эта ситуация разрешается в схеме старта, старт-стопной схеме вот этой самой System 5 и Need? Она разрешается довольно астроумным способом, который стоит в следующем. Мы с вами видели, что... Что все содержимое каталога RC5D, то есть каталога ответственного за наш пятый уровень выполнения, это просто символные ссылки в тот самый каталог и не D, которым мы пользовались. Вопрос не в том, что это символные ссылки. Вопрос в их именах. Вот их имена, они довольно интересные. Видите, они все начинаются либо на К, либо на С. Так вот, фишка состоит в том, что... Причем после К и после С идет циферка. Фишка состоит в том, что порядок загрузки сервисов лексикографический. То есть, если мы хотим перейти на пятый уровень, то мы должны запустить именно в этом порядке вот эти сценарии с ключом старт. То есть, сначала запустится UDEV, это штука, которая раздает устройство. Потом DEMO на CPI, потом служба системных сообщений, потом сеть, потом вокруг этой... Настроится сеть, потом вокруг настроенной сети запустится Network Manager, который это делает в динамике, потом Bluetooth. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Где-то вот тут запустится наш графический дисплей. Вот. А под этим еще кое-чего. Видите, какое? То есть, идея в том, что эти ссылки правильно именуются. Кстати сказать... А, нет, это чуть позже. Соответственно, буква К, догадайтесь, для чего нужна. Буква К нужна для того, чтобы kill эти процессы. То есть, выключать. То есть, если мы хотим уйти с уровня 5, например, выключить компьютер, мы должны последовательно запустить все скрипты, которые начинаются на букву К, с параметром stop. Как мы это делали вот сейчас с Display Manager. Такие дела. Последнее, что хочется сказать на эту тему, прежде чем перейти к современной схеме загрузки, это то, откуда берутся вот это K63 и вот это S45, допустим. Давайте просто посмотрим в этот файл еще раз. ГПМ. Вот этот самый ГПМ, как вы помните, это штука, которая позволяет управлять мышь в консоли. На самом деле, вот эти вот штуки, вот эти, это значащие комментарии. Как видите, здесь вот написано, что на уровнях 2, 3, 4, 5 он будет запущен, а на уровне, скажем, 1,6 не будет. И что при старте, то есть, стартовый скрипт, S-скрипт, будет называться S37, а финальный скрипт, K-скрипт, будет называться K63, в прямом порядке, разумеется. Вот. Давайте проверим. ГДМ, ГПМ, K-скрипт, K63, S-скрипт отсутствует. Почему он отсутствует? Потому что эту штуку, как мы помним, она была выключена. Если мы хотим, чтобы она всегда включалась, мы должны положить нужную символенную ссылку туда. Можно сделать так, скажем, sys-check-config-gpm-on. Вот он. Взял и появился. Только что не было. Вот эта команда check-config, собственно, и занимается тем, что раскладывает эти все мылимки. А если скажем off, то она и уберет. Вот, пожалуйста, нету. Такие дела. Все. Мне пора заканчивать, потому что, еще раз повторяю, это стремительно отходит в прошлое. Я сейчас это дело выключу. Вот. Почему это уходит в прошлое? Смотрите. Для старта операционной системы нужно запустить процесс, который запустит shell-скрипт, который будет запускать shell-скрипты, который будет запускать, возможно, еще shell-скрипты, которые будут стартовать сервисы. Вообще говоря, в старых руководствах по Unix, shell и shell-скрипты обозначаются улиткой. Потому что на очень старых, когда-то, компьютерах shell-скрипты и вообще shell-ные программы работали медленно. Потом они стали работать быстро, и, в общем, народ перестал париться, начал писать shell-сценарии. И вот это все. Данная концепция запуска, например, используется в наших дистрибутивах. Есть форк дистрибутива Debian, который называется DeVuan, где используется тоже такая концепция запуска. Такую концепцию запуска можно использовать в дистрибутивах семейства, скажем, Gento, которые все, ну, как бы самосборные. Вот. Там она даже более интересная. Там есть зависимости, там есть, ну, всякие штуки интересные. Вот. Но в большинстве Linux-дистрибутивах, в силу того, что новая концепция развивается феерически быстро, используется именно она. Эта феерически быстрая новая концепция называется System-D. В чем главный недостаток System-D? В чем главный недостаток RC-способа загрузки, да, обычного такого старорежимного иния? Этих недостатков четыре. Главный недостаток – это, конечно, скорость. Потому что, когда вы, например, берете какой-нибудь Embedded Device и начинаете вот это вот все стартовать, это все может стартовать очень долго. Даже на виртуальной машине с очень быстрым диском, потому что кэши, вы видели, что это стартовало довольно прилично. Вот. В принципе, было бы интересно отследить зависимости между этими сценариями и некоторые из них запускать параллельно. Потому что они независимы. То есть определить какие-то точки зависимости между ними, кто до кого запускается, а потом запускать их в параллельно. И такие попытки делались довольно успешно. Но этого мало. Shell Script, как я уже начал говорить, довольно тяжелая штука. То есть с точки зрения современного компьютера запустить Shell Script – это доля секунды. Но представьте себе, что у вас сервисов этих несколько десятков, и каждая из них стартует доля секунды. Уже нет. Уже нет. Либо так, либо сяк. Это ответ на вопрос, совмещается ли SystemD, System5 и NIT. Есть несколько сообществ, где стараются поддерживать и то, и то. Например, вот сообщество Alt-Linux. Но есть также сообщества, которые полностью перешли на SystemD, именно потому, что он гораздо более крут именно в технологическом плане. Кстати сказать, чтобы не было разночтений, чтобы вы меня поняли хорошо. Существует адский холивар на тему SystemD versus System5 и NIT с взаимным поджиганием друг друга, обливанием субстанциями и так далее. Который связан с тем, что сам NIT, вот тот, который мы видели, это очень-очень-очень простая программа. Читает один конфликт, запускает Shell Script. Под системой SystemD, как мы сейчас увидим, это довольно сложная штука. Которая, по идее, должна решать все задачи по развертыванию, ну скажем так, по запуску операционной системы. На себя берет. Ну и понятно, замена очень простого на очень сложное всегда вызывает нежелание это делать. По многим причинам, в том числе и по рациональным. А еще у SystemD довольно смешной автор. Леонард, который неплохой программист на СИИ. Есть люди, которые ругают его код. Довольно неплохой, я бы даже сказал, хороший архитектор системный. И, в общем, абсолютно никакой комьюнити-менеджер. Он очень плохо взаимодействует с сообществом. Основной его стиль, это просто игнорировать и делать то, что он делает дальше, вне зависимости от того, что там ему говорят. Люди все разные. Возможно, SystemD-хейтеры еще так реагируют на личность Леонарта. По крайней мере, поминают его всу, и они очень часто. Я не отношусь ни к поклонникам, ни к ненавистникам SystemD. Я просто понимаю тот факт, что сегодняшняя операционная система работает с его проблемами. Давайте запустим сегодняшнюю операционную систему. Проделаем над ней такой же трюк. Скажем ему, сплэш равняется офф. Вот, чтобы мы с вами видели последовательность загрузки. И посмотрим, как это происходит. Поначалу все понятно. Ядро, стартный виртуальный диск. И вдруг шмяк, 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 шмяк. Обратите внимание, насколько те сервисы, которые могут быть запущены параллельно, быстрее запускаются. Вот. То есть, фактически, на самом деле, мы уже запустили все. Вот. А их тут гораздо больше, чем в том дистрибутиве, который я показывал, как видите. Вот этих зеленых строчек. И у нас уже показывается графическая подсистема. То есть, даже время запуска больше. В смысле, меньше. Но на самом деле, это, я уже сказал, что у системы init есть много недостатков, которые решают систем D. Два из них я перечислил. Это время запуска и большие траты на выполнение shell скриптов. Леннер говорит, не пишите shell скриптов. Запускайте вашу программу. И некоторые штуки, связанные с недостаточностью одного только shell скрипта для того, чтобы настроить полноценные запуска системы. Например, нам нужно что-то делать с сервисами, ну, не знаю, там, перезапускать сетевую подсистему, когда у нас меняется настройка сетевых карт. Допустим, ну, не знаю, там, мы воткнули какой-нибудь Wi-Fi-донгл в свою операционную. Как это делалось раньше? Можно было сделать это руками. Из-под суперпользователя настроить. А можно было передоверить это каким-то юзерспейсным штукам, типа, ну, в смысле, не юзерспейсным, а пользовательским штукам, типа того же нетворк-менеджера. По-хорошему, конечно, надо, чтобы операционная система этим занималась, а не какая-то программа в рамках графического окружения. Но, соответственно, инструмента не было. Или, допустим, как, не знаю, чтобы такого, вау, отлично, из того, что умеется с MD. А, вот типичная, кстати, проблема для CIS5 Unita. Мы запустили сервер, и он должен запускаться с правами определенного пользователя. Сейчас покажу. Совершенно необязательно сервис должен запускаться с правами, ну, рута. Даже лучше бы, что он запускался без права рута. Вот. Ну, это все мое. Вот, смотрите, Авахи Демон запускается с правами Авахи. Кронид, Демон запуска по расписанию, запускается с правами Крони. Это такой специальный пользователь. Ну, скажем, Авахи все тот же. Специальный пользователь. Который нужен ровно для того, чтобы с его правами запускали специальный, ну, демон, какую-то подсистему. И чтобы никто туда не лез, со своими грязными ручонками, ну, кроме рута, разумеется. Вот. Так называемый псевдопользователь, или, точнее, системный пользователь. Пользователь месседж бас, с правами которого запускается этот самый дбас демон, ну, и так дальше. Вот. Значит, предположим, мы захотим этот сервис перестартовать. Что мы делаем в случае, если мы пользуемся системой нитом? Если мы пользуемся системой нитом. Мы заходим в рута, говорим, и нет, что-то такое, рестарт. Велик шанс, что старт, что операция рестарт запустит нам этот сервис с правами рута. В некоторых случаях так только и бывает. Нам нужен какой-то промежуточный уровень. Мы должны скомандовать кому-то. Эй, ты, пожалуйста, рестартуй вон тот сервис с теми правами, которые были. Не из-под рута, да, а через некий промежуточный интерфейс. Вот этот самый систем-д, он представляет этот промежуточный интерфейс. На самом деле он имеет гораздо больше. Давайте попробуем посмотреть сначала, что он умеет. Сейчас я попробую. А, давайте сначала так скажем. Чтобы было понятно. Значит, подсистема документации по систем-д, одних только манпейджей по систем-д, по его, так сказать, различным кускам, 166 штук в дефолтную установку. Ничего удивительного, что есть люди, которые ненавидят эту ненависть. Я их могу понять. Что он умеет? Вот мануалы, которые через точку, это мануалы на тему того, почти все, на тему того, что, какие системные действия, какие действия необходимые для операционной системы умеют делать системные. Ну, что интересного из того, что тут есть. Mount. Систем-д умеет ходить в файл, в файл etc.fstab, который мы в прошлый раз уже видели. И монтировать оттуда все файлы системы, там описанные, с теми параметрам, которые там описаны. Но это совершенно не обязательно, потому что на самом деле можно еще и найти такой mount unit, то есть конфигурационный файл для систем-д, где написано, будь рук смонтируем. И он имеет более развесистый синтаксис, который, собственно, описан в мане, тем самым систем-д mount. То есть совершенно не обязательно. Систем-д поддерживает legacy вариант fstab, но в принципе есть и mount unit отдельные. Или сервис. Это самый главный инструмент для систем-д. Это, значит, вы описываете, как запускать, с помощью конфигурационного файла, описываете, как запускать сервис. Или сокет. Это инструмент, который позволяет запустить сервис в случае, если произошло подключение к определенному сокету. Или таймер. Это инструмент, который позволяет запустить сервис или какую-то вообще приложение по времени. И так дальше, и так дальше. Их тут много. Вот. Сейчас я... Я какой-то... Пока читал, пока готовился к лекции, нашел какую-то штуку. CGTOP, по-моему. Вот. Вот, пожалуйста, аналог утилиты TOP, который показывает, какие запущены сейчас сервисы. Не все. Далеко не все. Только те, которые в разных группах запущены. Ну, короче, не все. Но что они делают? Сколько они CPU выжирают? Сколько они памяти выжирают? И так дальше. Вот. Как видите, большая часть сервисов запущена системным системой. То есть операционной системой. А еще часть запущена специально для вас. От пользователя. Это штука, которая ведает сессии. Кстати сказать... Кстати сказать, еще одна штука, которая удобная. Это SystemDexec, по-моему. Нет, SystemD.run. SystemD.run позволяет запустить службу как службу, а не как файл из вашего шаула. Иногда это бывает полезно, особенно в случаях, когда вы не хотите, чтобы это потом упало. Когда вы выйдете из системы, ваш сеанс закроется. Вот. В общем, посылаю вас на... Сейчас я попробую найти правильную статью, где кратко описано... Нет, тут слишком много описано. Где-то у Ротхата... Сейчас попробую все-таки найти. Ссылка на простенькую статью, описывающую, что можно делать с помощью SystemD. Вот. Что можно делать с помощью SystemD. Где что лежит. Ну и так дальше. Просто я сейчас все это расскажу еще более галопом, потому что у нас осталось всего 10 минут. Вот. А какие-то конкретные вещи, ну, возможно, мы поделаем на практике, когда у всех будет готова виртуалочка. А возможно, я расскажу отдельно на лекции, если... Я посмотрю на план, насколько мы в это влезаем. Ну вот. Значит, относительно того, как это все происходит. Запускается процесс init. SystemD это тоже init. Все принадлежат init. У них нет, не отменилось. Только это SystemD-шный init. Этот SystemD-шный init смотрит в несколько каталогов. Во-первых, в каталог slush.lib. Только надо суперпользователем стать. Нет, за это тоже очень долго ругали Леннарта, но он вроде как объяснил, почему слэшли. Вот. Так. Ну, нет, это не то, а вот конфигурационный каталог вот здесь. Во. Это всевозможные сервисы и всякие другие настройки. Видите, сколько их. Которые можно использовать, а можно и не использовать. В зависимости от того, разрешены они или нет. При работе, при старте системы. Куча-куча всяких штук. Вот. Любой сервис. Это как раз такой сервис, который запускается при старте. Ну, давайте найдем тут кого-нибудь из наших знакомых. Знакомых тут нету. Да? Нету. Ну, с хад-каком. Вот, с хад-сервис. Вот. Это не shell script. Как видите, это конфигурационный файл, состоящий из нескольких секций. Про каждую секцию, на самом деле, есть отдельная документация. В этих секциях описано, как запускать сервис стандартным более-менее образом. Вот. Так называемый юнит. То есть, описание того, что именно запускается. В него входит, собственно, описание. Тут может быть ссылка на документацию, кстати. Прямо сразу. Тут может быть ссылка на зависимости. И, в частности, здесь написано, что данный сервис запускается только после того, как достигнуты две точки. При старте системы достигнуты два так называемых таргета. Две точки загрузки. Это syslog target и network target. Значит, в чем идея? У нас есть граф такой загрузки. Давайте мы на него посмотрим. Нет. Нет, сейчас договорю. У нас есть граф загрузки. То есть, у нас сначала запускается что-то. Потом после этого запускается еще несколько штук на выбор. В произвольном порядке. После них еще что-то. Некоторые из них должны быть запущены до того, как запущены другие. И, короче говоря, есть зависимость по тому, что перед чем. Мы помним, что такая зависимость представляет некоторую проблему в случае сисвейнита. А здесь эта зависимость описывается как раз вот в разделе юни. В разделе сервис описывается, как запускать нужный сервер. Во-первых, все настройки лежат вот в этом файле. Это css.config.s.hd. Во-вторых, на всякий случай запускается при старте. На всякий случай запускается вот это и вот это. Что это такое, не очень важно. Важно, что эти две программы запускаются перед тем, как запустится сам сервис. Затем запускается сам сервис. И вот опции, которые для него нужны, они как раз приезжают вот из этого файла. Дальше описаны всякие разные штуки. Ну, например, как его перезагружать. Что будет, если он умер. Обязательно перестартовать. Вот это все. И, наконец, вот здесь описано, что когда мы запускаем, скажем, мы достигаем чекпоинта MultiUserTarget, к этому моменту с хода уже должен быть запущен. Теперь давайте посмотрим. А, нет, BootUp называется. Теперь давайте посмотрим. Вот есть MAN, который называется BootUp. Который эту описанную мною процедуру, собственно говоря, описывает. Да? У нас есть чекпоинты. Они называются таргетами. Они условно независимые. Друг от друга. Но в какой-то момент в них написано, что один должен быть перед другим. Ну, так примерно и происходит. Например, есть таргет LocalFS. Что такое таргет LocalFS? Это таргет, при достижении которого должны быть смонтированы все локальные файловые системы. Окей. Значит, вот здесь вот будут всякие маунты, юниты. Допустим, мы хотим запустить графическую подсистему. Прежде чем мы туда пойдем, мы должны пройти еще несколько таргетов. Вот этот и вот этот. Да? Допустим. И при попытке запустить до этого таргета будут запущены всякие, значит, службы. Вот. Ну, в общем, в конце концов мы доберемся сюда. Вот весь этот граф, он очень страшный, он огромный. Так это практически невозможно распарсить его. Вот. Поэтому он познается по частям. Ну, например, вот мы уже видели, что с SHD у нас стартует... Стартует после CISLOG и NETWORK. Давайте попробуем какой-нибудь другой посмотреть. Ну, не знаю, там... Какой-нибудь SMB. Ну, SMB, я думаю, тоже будет то же самое. А NET, смотрите. Кстати, обратите внимание, что ссылка на документацию в стандартном формате. После чего все это должно быть запущено. ONCE. Какого таргета нужно дожидаться, прежде чем запустить? Да? Вот здесь мы должны обеспечить только тот факт, что он запускается после. А вот здесь вот мы должны дождаться, что NETWORK будет онлайн. Тогда эта служба будет запущена. Ну, что, давайте попробуем еще графику какую-нибудь сервис. Не знаю. Нет, это таргет. Ну, график там, да? А, нет, DM. Да? У нас же есть DM. Вот, DM сервис. Вот тот самый, который мы остановили, у нас упал этот самый... Упал графический сервис. Вот, смотрите. Мы должны дождаться старта сервиса под названием SystemD User Sessions. Иначе мы не сможем просто завести сеанс для пользователя. Мы должны дождаться, когда у нас на консоли появится логин. Почему, не знаю. И мы должны дождаться, пока системная занавеска, вот этот вот Plymouth, который мы выключили, сдернется. Потому что иначе они будут бороться за графический сеанс. Вот. И только после этого этот сервис запускается. А, вот оно что. Если такой вообще будет, да, то если на первом терминале у нас запущен сеанс, то у нас будет компьютер. Ну, вот. Короче, такой интересный конфигурационный файл. Значит, что-то я хотел еще сказать. Значит, из этого строится граф. В котором есть параллельные места, есть зависимые места, есть чекпоинты, вот как в той картинке, которую я показывал. По достижению которых только можно начать достигать что-то другое. А, давайте... Вот. Давайте SSHD, тот самый, который мы смотрели, разрешим. А, нет, не так. Давайте сначала посмотрим. Статус SSHD. Что нам говорит команда System.ktl статус? Она говорит, что... Она вынимает из описания описание. Она говорит, что он disabled. Что по умолчанию-то он должен быть enabled, но в нашем дистрибутии он disabled. И что он инэктив в данный момент. Давайте его стартанем. Вот нам кусочек... Да, значит, совсем другая картина. Он говорит, что он все еще disabled. То есть при следующей загрузке он не будет стартовать. Что он сейчас running. Что он запустил этот самый keygen-a. Все хорошо. Success. Что он запустил SSHD-t. Все хорошо. Success. Что он запустил, собственно, сам SSHD. Что его PIT 72876. Вот. И вот он работает. А это кусочек из журнала. Который говорит о том, как именно он запустился. Вот. Для того, чтобы сделать сервис постоянно загружаемый, его нужно enable-ить. Надо сказать вот так. С SSD enable. С System.ktl enable. Обратите внимание, что добрый System.ktl Это тоже часть систем D. Нам рассказал, что, во-первых, он нашел старые скрипты по старту с HD, и поэтому он их тоже подправил. Ну, мало ли, вдруг у вас тут где-то SSWIFE init используется. А, во-вторых, что он включил... Давайте посмотрим на статус. Что он включил загрузку с HD, причем как включил. Обратите внимание, это он тоже написал. Прямо черным по белому. Точнее, белым по черному. Что для того, чтобы включить сервис, нужно всего лишь положить символьную ссылку. Точно так же, как это было сделано в SSWIFE init. Вот специальный каталог etc.systemd.system MultiuserTargetWants была положена символьная ссылка, которая глядит на этот наш сервис. И по этой причине, при следующем старте, при следующем проходе таргета MultiuserTarget у нас будет запущен этот сервис. Вот такое дело. Вот. Осталось совсем чуть-чуть. Что еще рассказать такого? Значит, Systemd до сих пор страдает от того, что он был разработан не как систему управления всей операционной системой изначально, а как систему ускорения ее загрузки. В нем есть много инструментов по проверке того, кто дольше всех загружался, какая самая длинная цепочка и так дальше. А вот инструмент по оптимизации этого графа, по работе с ним, нет. То есть там есть инструмент построения графа. Но вы можете себе представить, как будет выглядеть граф вот из такого количества сервисов и прочих таргетов. Страшно он будет выглядеть. Это нечитаемая штука, этот граф. Вот. Какой-то сервис у меня не запустился. Ужас. Короче говоря. Это гораздо более гибкий, гораздо более мощный инструмент. Возможно, в следующий раз я расскажу чуть-чуть поподробнее. Просто для того, чтобы понимать, кто на ком стоял. Вот. Сейчас попробую что-нибудь интересное показать и на этом закончить. Что интересное можно показать по системе дэв? Кроме того, что он есть. Давайте просто посмотрим... Ничего интересного не будем смотреть. Давайте просто посмотрим другие типы, не только сервис, а какие-то другие типы того, что он умеет делать. Что тут есть? Тут есть, например, таргеты. Ну, давайте посмотрим таргет. Наш любимый, допустим... Ну, не знаю. Это такой же юнит, как и все остальные. Он ничего не стартует, никаких сервисов. Это просто чекпоинт промежуточный. У него есть такие же зависимости. У него есть зависимости в смысле requires и wants. То есть обязан быть multi-user target. И обязан быть дисплей менеджер сервис. Чем отличается requires и wants. Смотрите в документации. Я не очень помню. Вот. Такие дела. Вот. Кстати сказать, совершенно не обязательно говорить вот так. Можно говорить system.tl system.d cut и дальше говорить какой-нибудь, ну, не знаю, там, user. Везет. Р. Да что ж такое? А. Потому что не ка. Так а... А, забыл, что. Ну, ладно. Наверное, надо целиком-то их по себе все. Так, можно сказать? Нельзя. Наверное, я ошибся. А, да. Это, фу, совсем другая штука. Извините. Вот так надо было сказать, да. Вот. Необязательно туда vim'ом ходить. Видите? Командочка system.tl.cat тоже показывает и где он лежит, и чего в нем лежит, и так дальше. Ну, мне хочется какого-нибудь... Ну, хотя бы сокет. Ну, да, сокет какой-нибудь, да. Есть какой-нибудь сокет. Сокет. Сокетов тут дохрена. Надо просто выбрать какую-нибудь разумную. Ну, хоть тот же тоже... Ну, не знаю. Может быть, может быть, какой-нибудь HD сокет. А, только сервис, да? Ну, господи. Да, нет, тоже только target. Так, у нас время закончилось. Ладно, давайте тогда так. Давайте мы тогда сегодня на этом закончимся, потому что я в торопях наверняка что-нибудь напутаю и сделаю не так. Значит, идея состоит в том, что современный способ загрузки операционной систем достаточно сложный. В нем много разных вариантов того, чего мы хотим от операционной системы. Об этом мы все-таки вынуждены будем поговорить в следующий раз более подробно. Вот. И тогда же мы посмотрим, как можно, ну, сделать это все руками. Да, значит, а, значит, то, на чем мы, то, на чем мы, собственно, заканчиваем разговор, что это все, как видите, вполне познаваемо. На каждое такое, на каждый такой кусочек есть достаточно короткий читаемый файл, вот, с которым мы можем, с которым мы можем разобраться. и вполне, ну, вполне пригодно для нас, если мы будем просто читать документацию, ну, и, собственно, все. Вот. На чем я вынужден уже остановиться, потому что у меня сейчас следующее занятие, вот, так что продолжение про систем Д ждите чуть дальше вас. Ну, собственно, все. Давайте тогда на этом закончим. Спасибо.